Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот так меня устраивает А то блин раскидали весь мой отряд Фиг пойми куда по карте Еще что от меня хотят, чтобы я что-то сделал Так меня вполне устраивает Так, ну, судя по всему, Мемель явно не выживет Там... Так, стоп Тут может выжить, кстати Да он опять в бочину заедет Что-то не очень приятно Субтитры сделал DimaTorzok А, нет А, нет Не Мемель, но хорошо Не, ну, тут нормально Тут как бы, они на перекрестке стоят То есть если че, я арестнуть смогу По-моему, даже этим помогу А, это не интригиваться немного Ну, там как бы особо ничего не меняется Не, он в соло Мемель не убьет Ух, да, слепотый Ух, да, слепотый Ух, да, слепотый Ух, да, слепотый Мен, вновь А, нет Насколько Ух 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Все! Продолжение следует... Спасибо! Продолжение следует... Продолжение следует... Давай, идем! Может быть, не такое унижение... Хотя нет, не будет унижения... Обычно слег, не хватит того даже грохнуть... Ага... Либо ульта, либо... Давай лучше ульту тогда... Камнями моего... И так можем придавить... Субтитры сделал... 17 очков Когда так Ну все, в ноль в принципе 8 очков остается У Гарвела воровать в принципе нечего Хотя можно что-то полезное стырить Но это шанс маленький довольно Ладно, поехали Гарвел довольно-таки урона стойкий Зараза Гарвел Гарвел А, не, суки, оверкил. Нормально. Как минимум, минус Гарвелл. Этого стоило. Дрим Хазард. Ну. А, Дамаску? Опа, Дамаску. Слушайте, Дамаску, что классно. Так, ну я знаю, что в Гарвелл ударят первым. Так что лучше мне не расслабляться. Там стоит Визард. Воины только спереди у меня стоят. В принципе, просто разворачиваемся. Они ничего не сделают. В теории. Так вот лучше встанем. Нормально. Если что, под легким прохиляем. Откинет. А, не, нет, кинет. Нормально. Ну, давай сейчас будет больно. Обоих, что ли, убили? Обоих, что ли, убили? Обоих. 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 Абсорб, нычка, имба. Против темной силы-то? Так, эм... Абсорб... Фрагмент... Хм... Все! Делайте мне силу! Абсорб... Абсорб... Ну, я быстрее его схожу. Так что... Абсорб... Так что сделаем вот так вот. Время, абсорб... У него... 46, ну я в лёгку, чуть быстрее не ухожу. Абсорб... Ничего с ним не сделает. Довольно! Спасибо! 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 Отлично! Только, на самом деле, не помню, что у неё скилл делает, повышает ДПС, нет? Угу, понятно. А-а-а-а-а! Слушайте! Сейчас можем применить одну из имп! А-а-а-а-а-а-а! Что-то не так... Смотрите, как он красиво сольется. А может не сольется, кстати. Э, это был даже лишним. Гранд стрим как бы тяжело пережить простым. А, Гарвелл стрим, Дамаскус не выпадает. Слушайте, а Гарвелл того стоит. Чтоб его убивать. Дамаскусы, блин. Только с Дамаскус Блейдов их фармить. Так что... Ладно, на третий ход всех пьем. Дамаскус. 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 Такой жёсткий. Откройте самую забавную штуку. Первый огорест я проходил фактически год. У меня триста часов на игры на первом Агаресте. Так что, смотри сам. Продолжение следует. Спасибо, спасибо. Господи, я не знаю, как эту игру можно пройти просто без DLC на харде и сразу на true ending. Финальные боссы меня разрывали просто в хлам на NG+. Откройте секрет, ты можешь жестко накосячить в Агаресте. Мне доходчиво объяснили финальные боссы на true ending. Ты понимаешь, из этих, ну, сколько там, 150 часов, 200 часов на true прохождение у меня ушло. Из этих 200 часов, 50 часов, это финальные боссы. Это просто было нечто. Ну, в общем, если нужен совет по прохождению, можешь писать, могу посоветовать что-нибудь. Кстати, а что я мучаюсь? Я же могу просто долб... А, нет, не могу. Давайте красиво. Все, все, давайте красиво сделаем. Все, все, продолжайте! Красивый скилл называется. А, стоп. Что? А, нет, не то нажал. Все, все, продолжайте. Спасибо. Спасибо. Не спеши с растрата очков, иначе ты пролетишь очень сильно. Я могу сказать... Я могу тебе сказать способ очень быстро и халявно фармить очки, но это жесть. Ну, игра очень жесткая, я тебе скажу. Если ты любишь страдать, выбирай хард, отключай DLC. ДЛС в любом случае отключай, мой тебе совет, иначе ты не научишься играть. ДЛС примерно до третьего поколения работают, а потом тебя начинают просто катать лицом по земле и говорить... ДЛС, да? Не научился играть? А теперь страдай. Ну, вообще, на самом деле, решать тебе. ДЛС отключает все, кроме доп-данжей. Доп-данжей это прикольно. Я могу... Хард нельзя выбрать. Да нет, не абуз. Там, по-моему, хард можно сразу выбирать. Я не знаю, у меня можно было сразу выбирать. Если интересно, то, в принципе... В общем, есть такой абуз, когда приходишь low-level персами на высоколевельных монстров. Там тебе дают очень высокий процент начисления очков. За счет этого можно заабузить. Но учти, когда ты приходишь на этих мобов, тебе нужно иметь очень хороший... Очень хороший эквип. Потому что мобы могут тебя снести. Потому что мобы тоже довольно жесткие. Лучше выбирать разницу где-то в 10 левелов. Кратность около... 2000% выходит. Даже на самой низком ранге. То есть смотри сам. Ну, это такой стандартненький абузик. Который и есть в Агаресте. Ну, это не то, что это абуз. Об этом тебе будут говорить в обучалке. То, что... Награда за битву зависит от твоего максимального уровня в команде и от уровня максимального противника. То есть тут надо смотреть. То есть чем меньше уровень у тебя максимальный в твоей команде, из этих, допустим, 6 человек, тем, скажем так, тем больше награды идет. То есть если у тебя в команде 1 уровень и 40 уровень, а ты идешь на монстров, допустим, 30 уровня, тебе награду почти никакой не дадут. Потому что у тебя максимальный самый большой уровень. В общем, смотри, это с опытом придет. Ну, игра по механике очень сложная. Ты научишься. Скажем так, много страдав... Очень много страдав, я понял, что игра не такая простая, как я думал. Так... Гатлинг... Так... Так... А, понятно. Ну ладно, тогда так. А еще я тебе скажу, самое лучшее оружие падает с финальных боссов. Лучше пушки ты не найдешь в игре. А я тебе скажу еще так, по поводу финальных боссов. Мои максимальные характеристики 999 Виты. Я не спасали от ваншота от босса. Финального. Не спускай! При этом, в отличие от простых мобов, финальный босс бьет на полкарты. Готовься. Ура! Я зачистил! Господи. Таких усилий это стоило. А... Да! Да, 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 так. Все, идите нафиг. Я воскрешаю... Я воскрешаю Зига. Мне нужен Зиг. Зиг! Вернись! Прошу тебя. Да это не спойлер. Просто, чтобы человек был готов. А то я не был готов, и у меня это вызвало такую боль. Но вопрос еще в том, найдет ли он тру концовку. Я ее нашел только с помощью второго варианта. То есть первый раз я вышел на лайт концовку. Понимаешь, проблема в том, что он еще сжигает все твои СП. И ты не можешь на него ультовать. Это очень веселый босс. Так, алхимик. Так, алхимик. Стоп! Что? Так. В смысле, на хард концовку? На хард концовку я так не пихил. Там нету хард концовки. Там есть лайт. Лайт. Тру. Которая нейтрал. И дарк концовка. Все зависит от твоего персонажа. То есть тру концовка, она на нейтрале идет. Меня не устроило, когда я первый раз проходил лайт концовка. Она слишком была такая ужасная. Так. Я думаю, мне сейчас должны книжку дать. Завершение первого поколения. Вот она. Нет, стоп, это не то. Это не то. А. А. В. А где книжка? Стоп, это она была. Это была книжка? Ага. Это не была книжка. Нет. Атронах, ты не понял. Там есть три концовки. Лайт. Нейтрал. И дарк. По сути. Ладно, это уже будут спойлеры. Тут есть ребята, которые начинают играть в игре. Так что я не буду спойлерить все три концовки. Я, в принципе, знаю, что будет на каждой из концовок. Как минимум, две я проходил на стрим. Третью концовку я просто глянул. Потому что на третью концовку я не выдержу перепроходить первый агресс еще раз. Так. А что мне дропнуло? Я не помню. Так. Квейп. А что мне дропнуло? Какую-то фигню дропнуло. Какой-то этот... Lucky Charm, что ли? It's a drop rate up. Порядка, конечно, Lucky Charm. А что делать в стоп? Резет 250. Это жесткая штукинция. Я бы вообще заменил давно... Давно бы все в мое вооружение. Давно пора. Тестамент. Dragon Killer. Блин, некого мне их ставить. Вот это мне надо сделать. Boltlands, Gemshell, Damascus. Слушайте, у меня почти все есть. А что у него надо? Нет. А, нет, вот он, Boltlands. М-м-м-м. Окей. Ага, и... В шоп его не добавили, да? Естественно. Естественно не добавили. Зачем? Так. Magic Blade... А, Magic Blade у меня уже есть. А, стоп. Мне не Magic Blade, у меня Луна Варда идут. Драгонкиллер. Ага. Деф, СТР-9. Вон то, что надо. А что это за копье? Я даже не знаю. Это... А, вот оно. Sharp H. А из чего он производится? Может, из чего-то производится. Какая там кнопка-то? А, J. Ага. Ага. А, с этого он. Отлично. Что-нибудь? Ага. 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 Смитинг Стоп А почему неэлементальное копье Производится из двухэлементальных Интересненько Так, мечант 760, а у него сейчас еще Мистикрот А у него сейчас вот это стоит Нет, стоп Нет, что у него стоит Что у него стоит сейчас 350, ооо, блин Нифига там разница в ДПС это Так Нет, Тандер Ага, Маджик 250 Маджик 340 Стр 20 Нет, смысла нет Если не сложно Дай их как-нибудь почитать Чисто по механике Без спойлеров Если есть такое Если хард можно поставить Я тут уже осознанно на харде начну Ты хапанешь на харде Очень страшно На первом боссе Я рестартовал Очень много раз Демон А у меня что Где эту пушку нарыл На 300 390 Инт Лаг Сейчас это стоит, да? 232 299 16 5 Ага Серьезно? Ну ты мне скажи потом Я тебе отпишу Ты сегодня вряд ли Достигнешь того места Ну ты достигнешь Ты поймешь Тебя надо будет качаться Так Во-первых Галлиус Меняем на Пушку Пусть так не сильно Возрастает Может там Два слота Силовых И один огненный Неплохо А пушка-то сама Не элементальная Не элементальная Нет Не элементальная Нейтрал Это хорошо Всегда Тандер Инг Так А что еще Хотел посмотреть Ага Мемель Стоп Так у Мемель Дем Демоник Стоит Кто меня в заблуждение ввел Кто меня в заблуждение ввел Ты что ли Ты что ли Явно не ты Кто меня ввел в заблуждение Че это за фигня Почему он не написал Что он У кого-то Надет У Дем Вот так вот. Непонятно, что у меня там происходит... Так, фрагменты. Сейчас зацепляем. Слушайте, а мне деньги начали кончаться. Сейчас я по уши могу скрафтить. Пестамент я могу скрафтить сейчас. Пестамент, что... Неплохо, неплохо. У меня, в принципе, всё хватает. Фотон Эйдж. Фотон Эйдж... Скорее всего, здесь. Шайник форс... Да, что-то изменилось. Фотон Эйдж. Так это, блин, а чё это же электро... Где он? Лонг Сворд, Стак оф Хиллинг... А, вот он. А, я не помню, где его собирать... Или он с кого-то падает. Фотон Эйдж. По-моему, я увидел, нет? Может. Фотон Эйдж. А-а-а, всё плохо. Фотон Эйдж. Вот чё за фигня такая? А, это поля? Шхольно, поля начали продаваться для сражений. Но я, об основном, всегда на стандартном играл, так что для меня оно более привычно. Так, а чё там ещё мне надо было заменить? А мне сворд надо было заменить. Так, у меня должен уже другой слой. Драконкиллер. Айронмасс. Драконкиллер. Хэви сворд, кстати. Я его в чё-нибудь переработать-то можно было? 250 атаки. Вообще-таки, такие сворды, они того не стоят. Так, одну секундочку, мне отойти надо буквально на 5 минут. Сейчас вернусь. Драконкиллер. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Закончил ли он этот артефакт? Нет, я хочу, чтобы вы привели его сюда. Хорошо. Я немедленно пойду туда. Погнали. Ваш Тор. Давно не виделись. Слышал, что... У тебя все в порядке, Леонис. Ты стал воином, достойным своего отца. Спасибо вам. Это тоже... Ваш Тор. Ваш Тор. Я не мог бы поддержать многих людей. Твой отец, Зикхард, был замечательным воином. Я могу доверить свою жизнь немногим. И твой отец был одним из них. И... Скажем так... Я страшился с ним. Вместе с ним до самого конца. Если подниму он, я бы сейчас не стоял бы перед тобой. И мне жаль, что сейчас я не мог сражаться с ним. Но теперь... Но теперь... У нас есть ты, Леонис. Я не мог сражаться с ним. Я... Что ж... Что ж... Возможно. Но я верю, что однажды ты призойдешь своего отца. Я буду ждать этого. Я буду ждать этого. Что-то там он унаследовал, а что я не понял. Что-то там он унаследовал, а что я не понял. Что случилось? Нет... Не беспокойся. Такое случается. Случается? Ведь... Моя жизнь... По сути, это война. Мы мало чем отличаемся от людей. И... Что там он сказал? Что они устают? И... Возможно... Мы просто устали. Но если мы выиграем это сражение, то... То есть... Вы имеете в виду? Да. Мы наконец-то сможем продвинуться к Финдасту. Подпинуться к Финдасту. А, Господи... Положить... Конец этой войне... Не знаю, еще большей войне, или что-то там вроде. Я так же, как и вы, хочу покончить с этим. Но разве нет другого способа это сделать? Ведь есть те, кто вынужден служить силам тьмы, против своей воли. Но... Войне все равно. Я вижу, что ты не на самом деле. Не знаю. Что в тебе на самом деле течет кровь Зихайта? Ведь однажды он... Что, показал мне или сказал? Может быть, Зихайта говорит о том, что он показал ему те же самые чувства? Отец? Нет... Что? Не знаю. Они действительно измены лауны. Но... Тебе есть очень мягко для тебя. Но ты не плачешь. Мягко не плачешь. Мягко тоже... Мягко. Но ты не должен стыдиться этого, ведь это не твоя слабость, а твоя сила. Проявлять заботу о других. Вот что означает быть сильным. Именно это объяснили мне. Что такое настоящее сила? Галиос, ты так не думаешь? Да, именно так. Если я сойду с пути и буду опьянен этой силой, Леонис, я хочу, чтобы именно ты остановил меня. Ну, тогда нам не о чем волноваться, ведь я уверен, что ты никогда не собьешься с верного пути. Нет, Ларва так же не мог, скажем так, избежать искушений. Или ты уже забыл, а то Ларви, что предлаздьми. Но, обсуждая все это, нам мало чем это поможет. Может быть, нам лучше подумать над тем, как нам продолжать жизнь? Да, ты права. И когда эта битва закончится, я хотел бы тебя вновь видеть, сын Сихард, Леонис. И, пожалуйста, будь тоже осторожен. Вот, да? Так, сегодня, люди могут быть следователем. Ну? Раз я тебе не говорила об этом, ведь даже такие, как он, пытаются заботиться о тебе. И именно поэтому ты должен быть более уверенным в себе. Никогда не забывай, что мы тоже всегда рядом. Хай. Так. Я слышал, что попросил их привезти Хаскалина. И о чем только думаешь? Следи за тем, что ты говоришь, Гиганта. Может быть, мы и Ларвы, но мы все-таки разные. Кажется, ты чем-то недоволен. Позволь мне сказать по-другому. А боги посчитали, что некоторым из нас нужно быть более сильными, чем другим. И эта сила определяет наше место. Отлично. Один уже опьянен своей силой. Походу, придется его унижать. Вскоре. Ну ладно. Двадцать только. Я не буду тебя наказывать. Поскольку мы здесь одни, я не буду тебя наказывать. Ну, тогда мне с чем сдерживаться. Как хочешь. Мне все равно. А теперь расскажи мне про артефакт. Ну, артефакт закончен. Ну, как я и думал. Тогда, почему ты до сих пор слушаешься его? Укради его и покончишь со всем этим. Нам не нужно спешить с этим. Пока все идет по нашему плану. Мы все подготовили. А теперь осталось только подождать. Это последний для него шанс. Давай посмотрим, что он предпримет. К тому же, мы можем забрать то, что нам нужно в любой момент. Ага, вот понятно, кто у нас предатель. Не нравится мне эти ребята с самого начала. Хотя, с другой стороны, пока Зикхард был жив, они были такими наглыми. Ага, вот понятно, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Что? У меня что-то на лице? Да, не так. Я думала, что я так большой. Да, Леон стал ровным. Да нет. Я просто подумал, каким ты вырос. И ты вырос довольно хорошим человеком. Верно, ты был такой маленький. Ты думаешь, что ты думаешь? И ведь совсем недавно ты был таким маленьким. Знаешь, я ведь довольно много чего помню о том, когда ты был маленьким. Например? Например? Например, когда ты впервые попробовал что-то там съесть. Хотя, по-моему, это было не так давно. Эй, такого не было. Да, да. Леон был такой-то, да? Да-да, конечно. Ведь ты всегда любил поесть, Леон. Э? Так? Ээээ... Разве? Да-да, да. Какой-то не было. Какой-то не было. Я даже не плачал. Я даже не плачал. Ха-ха-ха-ха. Отлично. Он попытался съесть хвост Торре. Нормально. Да. Ты тащил себе в рот все, что было рядом с тобой. И как-то раз, этим чем-то оказался хвост Торре. Я не помню ничего такого. Я не помню ничего такого. Да. На самом деле, тогда Тора была... Сама еще. Ребенка. Конечно, она была терпеливой, но... Скажешь так... Потом... Именно тогда я в первый раз увидела, как Татура злится. Да-да. Что-то плохое. Наверное. Фуа-фуа. И вкусно. Да-да. Как-то я себя не очень хорошо чувствую. Но я думаю, что это... Выглядело довольно мягким и пушистым. Именно поэтому я пытался съесть. Да-да. Это было тяжело, как Тетра остановиться. Леон. Еще немного. У меня было где-то татежима. Но у нас было мало времени, чтобы ее остановить. Иначе бы... У тебя остался шрам на лице. И... Ты в долгу перед Галиосом. Ведь... Он защищал тебя. Скажешь так... От Татуры. Ведь... Я не могу стать татежимом... Ну... Тогда за это я должен поблагодарить его лично. В связи с Тетра доме была. Но... Да... Я думаю, что ей надо было закончить свое путешествие. К тому же, ее не было около двух лет. Но так как это Тетора, у нас не было причин, чтобы волноваться за нее. На самом деле, тогда нас больше волновал Калвина. Я слышал, что Калвина очень старался. Воспитывай меня. Да, это так. Но, пожалуй, даже слишком много он старался. Он нам очень сильно помог, так как у него был опыт в этом. Ну, конечно же, ты помнишь. Да, и, честно говоря, это... Не знаю, удивляет. Извини, мне не следовало оставлять его без присмотра. Ну, если бы я только не попросил у него кусочки яблока. Это, конечно, хорошо, что он практикуется, но нам повезло, что ты оделся... Короче, все обошлось без травм. Для тех, кто не в курсе, Кальвине вообще нож в руки нельзя давать. Он способен порезать кого угодно на кухне. Конечно, это было страшно, но именно в тот момент я понял, что ему не следует давать... ...нож. Да, возможно, именно поэтому Нил так хочет помочь Кальвине. Ну, я думаю, что так оно и есть. Что? Он долгое время называл его... Кол... колча... Что? Лучше, неважно. Еще как-то он его там называл. Так же, как Юджин. Юджин, точнее. А, а... А, что... Сейчас, я думаю, что... Это действительно не очень страшно. А... Так называл? Ну, сейчас... Это трудно поверить, так? Друзья, у нас есть разные呼吸ки, поэтому... ...возвращались. Да, у него была привычка сокращать имена. Так что это неудивительно. Да, но Юджин в этом не одинок. Ведь именно... ...ты... ...та... ...кальвиния, скажем так. Это прозвищ. Кальвина тоже отвечает к Калакауту, поэтому... ...все-таки. И каждый раз, когда он... ...его слышал... ...что-то он делал непонятное чё. Но, возможно, если бы он стоял на своем, как Галиус. Точнее, Галиус. А... ...все-то... ...почему Нил только... ...со-не-чан-де-индак? И, кстати, напомни мне, почему только Нил... ...называют его братом? А-а-а... ...он отказывался его называть по-другому, и поэтому у них просто не осталось выбора. Так что, если бы мы это так и оставили, то... ...нам показалось, что... ...его поведение только ухудшится. Возвращение у нее, но... ...все-все-все-все-все-все-все-все-все-все. ...все-все-все! ...его характер... ...это характер отца. Юджин на че-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все. Но... ...к tá... ...к счастью, я не знаю, каким был Юджин в детстве... ...но я думаю он был таким же, как и Нил... ...Алису, как тебе? А-а, что значит тебя, Элис? Как тебе? Что именно? Мы все были так-то... Ты... рассказала мне о всех. А что насчет тебя, самой? Ну, я была... довольно глупа. Почти всё было в новинку для меня. И я не знала, что мне делать или с чего начать. Ну, кажется, делать то, что у него получалось. Но, боюсь, я тогда была слишком... Так что, у меня было очень тяжело. Мне было страшно. Именно поэтому, возможно, я была слишком строга с тобой. И неудивительно, что ты боялся меня. Так что... Немного... Да нет, ничего. Хотя... Ты простишь меня за это? Ведь именно я была ответственна за наказание. Ну, а Мимель играла со мной, ведь так? Мимель не изменилась. Да... И... она совсем не изменилась. Да... Мимель... Возможно, она не меняется, потому что обладает огромной магической силой. Я думала, что... Может быть, Мимель не может быть, как Мимель и эльфов. Пускай это немного удивительно. Возможно, Мимель это... Ребёнок человека эльфа. Не имеет значения, потому что она не видит человеку. Но... Может быть, она действительно эльф? Хм... В ней больше черта человека, чем от эльфа. И всё, что думаешь, что... Она эльф? Ну, что в этом роде... Но... Мимель и эльф? Я не знаю. Но... Я спрашивала у неё. Но... Она потеряла память. До того момента, как встретилась с Зигом. Так что... Из этого ничего не вышло. Ну... Зоро-зоро... Зоро... 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 Ладно. Я думаю, что... Нам пора идти. К тому же, я не думаю, что... Что там? Сказала она. Ну... Зоро-зоро... 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 Типа, она пошла спать. И чё там вроде. Ооо, да... Извините. Зоро-зоро... А, конечно. Извини, что... Сдерживаю тебя. Ну... Почему ты там не говоришь? Не говоришь? Не говоришь? Тихо... Зоро-зоро... Всё... Зоро-зоро... 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 Ну... Зоро-зоро... 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 Неправильно... На самом деле, надо было ответить, что... Я и так уже достаточно красивая. Н��ное дело... Ну, ты и так уже достаточно красивая. Эй, ты тормоз. Э, а че у меня с Мимель отношения упали? Я так не играю. Ну ладно, упали так упали. Так, господи. Да! Иди сюда. Пуууу. Эй, вы там? Еще одна альфийка, судя по всему. Это... вы о нас? Ну, а с кем я еще-то могу разговаривать? Значит, ты сын Зикхарта. Насколько я помню, Леонис. Ведь ты Леонис, так? Да. Да. Девушка, мы с вами раньше не встречались? Эй, ты это не серьезно? Нет, более чем. О-о-о-о! Ата, может быть, это Фуктайчо-санка? О-о-о! Не может быть! Лейтенант? Ведь так? Насколько. О-о-о-о-о! Что это? Она из-за того, что она могла... Что? Как она могла? Почему именно это? Боже, теперь я проклят! Да ладно вам, извините. Что ж, давайте тогда снова, скажем так, поприветствуем друга. Меня зовут Дана. Дочь... Зелгара. Зелгара? Зелгара? Ни фига себе она переоделась! Слушайте, а прикольный костюмчик. Это тот кузнец, который сделал ключ. Я тоже вас помню. Вы тогда сделали очень много для нас. Ну, это меньшее, что я тогда могла сделать. И, возможно, вы слишком преувеличиваете все это. Да, ведь тогда именно вы упали в обморок. Но, тем не менее, я думаю, что вы очень даже ничего для высшего эльфа. А обязательно было добавлять это. Нана, вы говорите о том, когда вы делали ключ? О, что-то большее. Слушайте, а кто это? Огромное! 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 Обязание! Огромное! Вот ты видишь. Ааа... Ну, вряд ли ты можешь быть беспрестасным на всяких вопросах. Но более важно, что привело тебя сюда? Ну, можно называть это деловой поездкой. Ну, я была довольно сильно расстроена из-за того, что не смогла найти вас в крепости Тризона. И я рада, что смогла догнать вас. Деловая поездка? Что ты имеешь в виду? Ну, как бы лучше сказать... Ну, действительно, я не хочу приехать, но... Папец, я не могу уже работать с вами. Ну, мой отец хотел бы пойти вместе с вами, но он уже слишком стар для этого. Именно поэтому не осталось другого выбора, кроме того, как пойти вместе с него. И все равно я не понял. Ну, прошу прощения за это. На самом деле, я довольно хороша, как кузнец, но мне довольно тяжело объяснить того, в общем, плохо у нее со связью слов, так же, как у меня. Ну, не стоит об этом беспокоиться, ведь есть довольно много вещей, которые нельзя изменить. И все же, это лучший ученик Зелгера, который будет сопровождать вас. Ихта, я слышал, что вы направляетесь к... Сакрид Маунтинс. А, Скарод Маунтинс, извиняюсь. Можем поинтересоваться, зачем? Я думал, что тебе все рассказали. На самом деле, мы идем к Хаскалину. Хаскалину? Конечно. А, Хаскалину, да, да? Хаскалина? Вы же не имеете в виду... того самого Хаскалина? Да, именно. Да, именно. А, иду, 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 иду! Застой, я иду! Нет, что... Иду, 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 и я точно должна пойти с вами. Нет, это вы просто должны обязаны меня взять. Э, почему так внезапно? Почему вы так взволнованы? В общем, понятно, Хаскалина и Меркурий, что-то типа... ...богов-покровителя кузнецов. Правда? Ну что ж, мне ужасно повезло. Я думаю, что мой брат мне будет очень завидовать после того, как ему всё расскажу. Значит, вас всё-таки не отговорить. Да ладно тебе, думай обо мне как о своей сестре. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!